Друзья, понеслось хорошие-хорошие новости, две хорошие новости. Во-первых, помимо крупного обновления, которое выйдет в сентябре, нам осталось ожидать совсем-совсем немного, значит, выйдет еще одно обновление, крупное обновление для Windows 11 и в октябре, в первую неделю октября. Ну, а в сентябре уже нам осталось, еще раз повторю, ждать совсем немного до обновления 22H2 Windows 11. Так вот, друзья, 22H2, все изменения, что же там нам вообще добавят, что за изменения, это тоже хорошие новости. Ну, поехали. Значит, в шестой части серии обзоров изменений Windows 11 версии 22H2, после меню пуск, панели задач, Snap Assist, правдника Windows и диспетчера задач рассмотрим изменения, предназначенные для любителей компьютерных игр. Когда Microsoft запустила первую версию Windows 1, компания позиционировала новую систему как самую лучшую систему Windows для игр. И данное заявление нельзя назвать беспочвенным. Microsoft действительно представила ряд новых функций Windows, предназначенных для геймеров. Значит, в частности, Microsoft добавила поддержку технологии AutoHDR, очень крутая функция, и Direct Storage API. AutoHDR позволяет добавлять поддержку расширенного динамического диапазона HDR для игр, которые изначально не поддерживали HDR. Вот это просто супер, друзья. Просто HDR, это очень-очень круто, если у вас поддерживает и аппаратно, и аппаратно поддерживается HDR. Ну, короче, если у вас монитор поддерживает HDR, и игра, включите, это будет очень круто. Для данной реализации требуется наличие монитора совместного с HDR. Технология Direct Storage была первоначально представлена в Xbox, затем портирована на Windows 11. Новый IP позволяет улучшить загрузку игр на устройства с высокоскоростными NVMe-накопителями. У меня, кстати, есть такое. Поддержка Direct Storage также была добавлена в Windows 10, поэтому данное улучшение не является эксклюзивным для Windows 11. Ну, короче, краткая сводка. Давайте поддержка Verbal Refresh Rate VRR на системном уровне. Новые оптимизации для оконных игр. Новое приложение для калибровки HDR. Новая панель геймпада Xbox. Вот это круто. Ну, давайте VRR. Verbal Refresh Rate или переменная частота обновлений. Новая функция предназначена для всех игр и приложений, которые отсутствовали в первоначальной версии Windows 11. Это необязательная опция графика, которую пользователи могут включить или отключить. При включении Verbal Refresh Rate система будет повышать частоту кадра, сокращать количество разрывов изображения. Друзья, у меня уже был ролик, где я рассказывал об этом. Давайте еще раз покажу, как включить эту новую функцию в Windows 11. Для этого надо зайти в параметры системы, потом выбрать дисплей, после чего выбрать графику, после чего выбрать изменение стандартных в самом верху параметров графики. И здесь, значит, включить вот эту функцию планированного графического процессора с аппаратным ускорением и уменьшает время задержки и увеличивает производительность для вступления изменений. В силу потребуется перезапустить компьютер. Обязательно включить ее, эту функцию, если вы до этого не включали. Включить или отключить VR и оптимизация для оконных игр требует перезапуска игр и приложений, которые уже открыты. А оптимизация для оконных игр, ну что ж, этот режим может уменьшить задержку в некоторых играх и разблокирует AutoHDR для игр, работая в оконном режиме. Тоже круто. Основной недостаток данной оптимизации заключает в том, что они могут вызывать разрывы изображения. Microsoft предлагает синхронизировать частоту кодеров в игре с чистой обновлением экрана монитора и включить V-Sync, чтобы избежать этих негативных эффектов. Короче, друзья, ну и здесь, чтобы настроить новые функции, выполнить следующие действия. Графики, изменение стандарт, параметры, оптимизация оконных игр, вот, или включить эту функцию, друзья. Ну, у меня, по-моему, нет пока что, я не видел там оптимизация оконных игр в графике. Переключить, чтобы включить или выключить. Да, у меня, по-моему, нету оптимизации. Еще раз быстренько пробежимся. Дисплей, так, значит, это еще функция появится в новом обновлении, изменение стандарт, параметры, да, оптимизация оконных игр, у меня здесь нету такой функции, она еще понравится, если надо будет, ссылка будет в описании. Приложение для калибровки HDR, ну, у меня на канале это есть, друзья, действительно, очень мне понравилась функция, я постоянно сижу под функцией HDR регулярно, она у меня постоянно включена. И меня просто шокирует красота. Ну, короче, это два разных монитора у меня, со включенным HDR и без, все тускло без включенного HDR, и все просто феноменально со включенным. У меня на канале есть, да, система, дисплей, включайте HDR и можете там даже поднастроить. Я вот эту яркость выставляю HDR по умолчанию, если какое-то приложение не поддерживает HDR, у меня яркость там в авторежиме на максимуме, очень круто. Анонсировал приложение в феврале 2022 года, заявив о своих намерениях перенести приложение Xbox HDR Game Calibration Windows. Приложение предназначено для калибровки HDR, чтобы улучшить точность и согласованность цветов HDR дисплеев. По словам Microsoft, некоторые мониторы, совместимые с HDR, могут иметь эффект обрезки при определенных условиях. Приложение для Windows содержит три тестовых шаблона для улучшения качества HDR. Тесты являются рекомендациями HDR Game Interest Grow для улучшения игрового процесса. Панели, ну короче улучшилось, видно, что изменена панель геймпада Xbox, да, то есть Windows G, да, вот это вот теперь, значит, я так понимаю, именно это меню будет изменено, точнее изменено в новом обновлении. Как и приложение Windows HDR Calibration, новая панель контроллер не связана конкретно с предстоящим явлением функции Windows 11. Панель контроллера, которая время тестировалась как компонент игровой панели системы, она обеспечивает быстрый доступ к играм, которые вы недавно запускали. О, вот это круто. Пользователи Windows 11, которые используют игровую панель Xbox, на устройстве могут использовать новые функции для быстрого запуска трех недавно запущенных игр. Также Microsoft обещает добавить поддержку запуска облачных потоковых игр, предоставленных с панели контроллера. Непосредственно, в общем, непосредственно панели контроллера, это круто. Новые возможности на определенном оборудовании. В предстоящем обновлении 22H2 Microsoft вносит планомерные улучшения для любителей компьютерных игр. Преимущества, полученные от этих нововведений, зависят от конкретного устройства и игры. Некоторые функции уже доступны при определенных обстоятельствах. Например, в играх DirectX 12, Windows 11 и другие функции зависят от аппаратного обеспечения. Например, функция Auto HDR, приложение HDR Calibration работает только при наличии HDR Display. Даже после установки обновления, большинство геймеров не заметят разницы между игровым процессом на устройстве с Windows 10 и 11. Windows 11 получает преимущество только в том случае, если пользователи пользуются дисплеем HDR и быстрое устройство хранения MNVME. Но не у всех геймеров есть такое оборудование. Друзья, ну что ж, ждем вот это вот обновление, которое выходит в сентябре. Их будет два, повторяю, да. Момент 1 и момент 2. Сентябрь и октябрь. Ждем их. Скоро выйдут. Ссылка на данную статью будет в описании. Всего доброго, всем пока. До свидания.